Слушай, помоги, а? Не, не могу, я работаю Слушай, а зачем он тебе? Ну ты знаешь, хочу попробовать себя в скульптуре У меня есть одна скульптор, знакомая Так она утверждает, что если от камня отсечь все не нужно То получится шедевр Хочу попробовать сделать Помоги, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, тяжело высекать камень, как вы, хрупкая женщина Смотря какой камень, бывает очень даже легко, но бывает, конечно, очень трудно Дело не столько в физической силе, сколько в умении пластического видения определенного камня Вот это главное А уж сила, ну, постучишь, ничего страшного Для меня просто камень, вот как он существует сам по себе, масса какая-то определенная Она для меня уже ценима, любима и уже чуть ли не произведение искусства И поэтому я стараюсь как можно меньше убирать каменной массы, сохраняя вот какую-то его природную форму, основу Камень все подсказывает И все действия производимые идут только с его согласия Если он несогласенную часть отколется, это не страшно, нужно просто поменять пластическую идею Вот, допустим, женщина из шар Я делаю именно потому, что вот в камне, допустим, какая-то масса позволяет сделать шар А шар – это идеальная форма Ну, зачем сбивать предполагаемую эту форму и делать просто фигуру, когда можно сделать и то, и другое вместе Изобразительное искусство на то изобразительное, что оно изображает, и люди должны смотреть и видеть А это тоже надо учиться этому и уметь Ирина Макарова, Ирида, скульптор, окончила Оренбургское музыкальное училище Судьбоносной в жизни стала встреча с оренбургским художником Геннадием Глахтеевым Который открыл для нее новые просторы самовыражения Это было своего рода предопределением Живопись, скульптура, графика стали для нее смыслом жизни Общение с интересным, талантливым человеком Поездки с художниками в садки А позднее посещение лучших музеев Европы Способствовало поискам себя как художника Желанию доказать собственную самостоятельность, авторскую индивидуальность Ее скульптура живая, простая и спокойная, как сами камни Лежащие веками под ногами в селе Анатольевка Оренбургской области В процессе работы обыкновенный кусок известняка или песчаника Наполняется содержанием и смыслом Рождаются боги, мужские, женские лица, фигуры Здесь нет портретного сходства, нет однозначной конкретности Пристрастное отношение к обработке материала Каждому сантиметру поверхности Не просто свойство ее работ Но сама суть ее творчества Ирине важно, чтобы материал, из которого она делает скульптуры Был виден Неровности камня, его структура В этом ощущается некая первобытность, первородность Удивительно, с каким желанием хрупкая маленькая женщина занимается делом, требующим больших физических усилий Но творческое коренье и большая любовь к искусству творят чудеса Раздвигая границы возможностей и восхищая результатами своих трудов, почитателей ее таланта История это все равно что-то такое, что можно рассказать А что ты рассказываешь? Берешь камень, отсекаешь лишнее, как говорили, великие Но вот с этой скульптурой на самом деле была история Это 2010 год, в Анатолевке, лето В центре Анатолевки мы всегда обращали внимание на большой песчаник Который практически врос в землю То есть взять, откопать, унести, это было невозможно А Глоктеев и говорит, надо его распилить здесь на месте Ну мы пошли все уже, мы с Геннадем Александровичем стали по очереди пилить этот камень Вдруг смотрим, идет в рабочих перчатках хозяйка нашего дома Спрашивает А что это вы здесь делаете? Ну мы объяснили Стали пилить по очереди и она, и я, и Геннадий Александрович Через какое-то время подходит ее муж И тот же вопрос А что это вы здесь делаете? Принес кувалду какую-то И вот он ставил туда распорку Это долбанул И этот пару раз буквально камень раскололся И вот стоим мы, значит, рассуждаем Что же лучше сделать из этого Давно хочу сделать побольше торс женский Ну, конечно, не всю женщину Всякие эти руки, головы мешают Руки мешают Да, голова иной раз тоже Ну тоже не получалось Там правая часть откололась, трещина Я смотрю, думаю, ну, наверное, надо сделать влюбленных Типа объятий, там, поцелуи, что будет получаться То есть женскую, мужскую голову И вот женская у меня как-то сразу вписалась А вот эта масса, где сейчас ребенок Я стала делать мужскую голову И вдруг, смотрю, у меня стало получаться То Микеланджело, потом Роден А потом вообще какой-то ужас пошли Революционеры Сколола все эти носы и прочие признаки лица мужского И решила делать мать и дитя Стали восточные черты приобретать И женщины, и ребенок Или Галахтель сказал, что на Буду похожа Он говорит, вот ты и назови рождение Будды И я, естественно, сразу вспомнила эту историю рождения Будды Ее хоть и подают в разных источниках, чуть по-разному Но все равно там смысл в том, что его мать Майя умерла Где-то написано при родах Только родив его, либо неделю она прожила Если искать какой-то литературный смысл Почему бы не найти его в том, что это первое и последнее объятие Майи Когда она обнимала своего ребенка Субтитры создавал DimaTorzok